Песня Тебя обижает выражение детдомовское. На самом деле нет. То есть да, все воспринимают это по-разному. Например, даже я приехала в институт, и я до конца семестра никому не говорила, что я из детского дома. Никто так не делал в детском доме, никто никуда не уезжал, никто не мечтал о высшем образовании. Я не хотела быть как все, вот так вот. У меня уже были мысли о Питере, что я хочу где-то учиться в ВУЗе. Я понимала, что в другом городе, с другими людьми у меня больше шансов, что я все-таки выберусь вот из этого и буду жить какую-то нормальную жизнь, и где будут все говорить, а вот Соня была такая, и как бы все говорили, что она станет плохой, и у нее ничего не получится, но вот получилось. Тебе говорили? Конечно говорили. Я, знаете, как рыдала. Как это не получится? У меня и не получится. Нет ничего невозможного, потому что для всех это было невозможно, уехать в другой город, хотя казалось бы, что такого. Для домашних же детей можно? Чем я отличаюсь от домашнего ребенка? Ничем. Вот это, наверное, была самая главная группа, где я жила. Вот это мои шкафчики бывшие. Даже, по-моему, моя коробка стоит, если не ошибаюсь, до сих пор. Вот тут вот у меня вот такая вот целая, целый шкафчик был, заняла. Здесь есть фотка, где мы первый раз поехали на телестудию и пробовали себя в роли журналистов. Даже погода радуется тому, что к нам в город приехало столько гостей. Скажите, когда вы были учеником, вас вызывали к директору? Первое мы растеряли, о втором забыли, третье не доделали. Если бы вам сообщили, что время уже скоро кончится, что у вас скоро не станет, то есть совсем осталось чуть-чуть, что бы вы сделали в первую очередь? Я вообще учиться не хотела изначально. Когда захотела? После девятого класса. А вот что произошло? Сложно сказать. Я была очень сильно похожа на свою маму, которая жила, так скажем, не очень хорошей жизнью. Что было в моей жизни? Это прямо такое сложное. В моей жизни почти все было. Мне кажется, я прошла через очень многое в плане детства. Даже тогда сама того не понимая. Развод родителей, алкоголь, наркотики, детский дом, побеги, учеты разные, школьные, в полиции, в наркологичке. И ну да, о каких-то вещах до сих пор очень стыдно, страшно кому-то говорить. И я не всем рассказываю. А когда все это началось? Сколько лет тебе было? Лет восемь, девять. Соня, почему? Что видела, то и делала. То есть другого перед глазами не было. Я думала, что все так живут. То есть я даже не задумывалась, что можно как-то по-другому. Вот я сколько вот себя вспоминаю, для меня это было нормой. Это было нормой абсолютной. И мне никто не запрещал этого делать. Родители знали? Да. Сейчас я понимаю, что они просто не могли, они сами не знали, как жить по-другому. А тогда я думала, что им просто все равно. Я помню, меня вот так вот завели вот сюда вот. Я испугалась, там сидят ребята, вот здесь стояли парты. Я сажусь, вот так вот, я всех боялась. И я еще тогда думала, я точно сбегу отсюда. Сначала отдали меня и младшего брата. То есть не всех отдали. Потом еще и как раз-таки брата с сестрой забрали. Их привезли всех отдельно. То есть Соню с Векой, а потом уже братьев. Они как бы были друг на друга и не похожи внешне. Но это была единая семья всегда. Соня держала свою семью прямо в руках своих. И даже когда вот сейчас приехала, прибежала. Я к детям, к своим. Мои маленькие. Соня! Только не понимаете, я не понимаю. Любовь к вам как-то забота о вас не могла разве сподвигнуть родителей, прекратить вот это все? Как ты думаешь? Ну, любовь тоже, мне кажется, бывает разная. То есть каждый проявляет ее как может. Да, я иногда там обижалась и до сих пор иногда обижаюсь. Почему-то там я приехала на три дня, а ты не приехал там, а просто выбрал напиться где-то с кем-то. Для меня это непонятные вещи какие-то. Но это, наверное, надо просто принять в человеке. И как бы он любит так, как может. Если ты любишь как-то по-другому, и ты хочешь об человеку, ну, попытайся ему показать свою вот эту вот любовь, и он тоже в ответ начнет делать то же самое. Я с папой иногда так делаю. Потому что, ну, все не идеальны. Мы тоже не идеальны. Принимать, просто принимать я стараюсь у всех. Когда папу посадили, тоже это для меня, наверное, самое такое больное было. Потому что я ждала, что нас заберут. Сначала нам сказали на три месяца, потом на год, потом на полтора года. И вот ты сидишь все это время и ждешь, ждешь, ждешь. И в какой-то момент вот этот вот именно щелчок, что, ну, все, кроме тебя, у тебя никого нет. Вот. Это страшно? Да, это страшно. Это больно, это обидно. Ты сначала обижаешься. Ты обиженный на весь мир. Я очень была обижена на маму, которая там приходила, говорила, что мы вас заберем, там, как мы вас любим. И тогда я расценивала это как предательство. А сейчас я расцениваю это как урок. Соня, а ты в какой-то момент уже понимала, что мама может умереть от того, как она живет? Да, конечно. Мама умерла в больнице. Я это представляла еще задолго до ее смерти, когда еще было все хорошо. Но я просто вот понимала, что наркотики, у них исход один у наркотиков. Точнее, может быть, два – это уйти в ремиссию или умереть. У меня странная реакция была, что как будто бы ничего не поменялось, но ты не можешь принять тот факт, что ее больше нет. У меня до сих пор это представляет, что она дома, что я там в любой момент могу позвонить, написать. Она снилась изначально. Я там просыпалась, плакала потом. Но мне кажется, что я все равно вот эту вот ее смерть прожила еще задолго до того, как она на самом деле умерла. Когда вот мы попали в детский дом, какое-то время я с ней не общалась, потому что я очень была злая на нее, обиженная на нее. И это, грубо говоря, тоже какая-то маленькая смерть, потому что все равно тебя отдали. Все, ты как бы больше не нужна. И тебе приходится бороться с этим фактом, что ты больше не нужна. Ты сказала алкоголь, наркотики, побеги. Как ты вырвалась? Ну, на самом деле, я это сделала даже не сама. То есть меня буквально вытащили оттуда. И это тоже благодарность, так сказать, в первую очередь родителям за то, что они меня отдали в детский дом. Ведь, ну, вытащили меня, грубо говоря, из этого только в детском доме. Сначала я не понимала, почему меня там держат. Сейчас зато понимаю, что если бы меня отпускали куда я хочу и насколько я хочу, то, ну, ничего бы не получилось нормального из меня. Из детского дома директор тоже это близкий человек, потому что она все-таки воспитывала меня полужизни, тоже так же разговаривала со мной, помогала в чем-то, вытаскивала из всяких моих косяков. Я ее часто ругала, на самом деле. Часто на разговоры в кабинет. Но когда в кабинет директора вызывают, это же как-то не очень приятно. Я ее часто вызывала. Вызывала, и мы спорили с ней, и ругали, и до слез, потом обнимались. Ну, ты поняла? Поняла. Значит, не поняла. Идем дальше, разговариваю. Я благодарна своим родителям за то, что они меня отдали в детский дом. Ты сейчас произнесла фразу, которая, ну, дикая дичь для, наверное, всех будет. Если ты не можешь дать ничего ребенку, то отдай его туда, где ему смогут это дать. А ты мне во снах приснилась. Во снах приснилась? Ага. Че приснилось? Как ты меня в Питер с собой внесла. О-о-о-о. Вырастешь, сама поедешь. Нет. Как это нет? С тобой поеду. Со мной? Ага. Мы когда... А я уезжала, она вот такая была. Такая маленькая. Маленькая, да. Вот и Вова почти с меня ростом. Куда мир катится? Я же вон. Устань, кое-что, давай. Ты ребенок, выросший без семьи, фактически. Но для тебя семья имеет огромную ценность. Я вижу, как ты относишься к сестре, к братьям. А откуда тогда вот это у тебя взялось? Потому что мы семья. Семья – это не только мама с папой. До семьи даже могут стать абсолютно чужие люди. Как сейчас у меня получилось. Вот у меня есть два круга семьи, получается. Это вот мои дети. Мы так столиком называем их. Младших брата и сестру. Да, младших брату и сестру. И семья, которая вообще взялась из ниоткуда. Мы не могли ее просто так передать в Санкт-Петербург, в институт, так как ей еще не исполнилось 18 лет. По законодательству мы не можем отпустить еще невыросшего ребенка самостоятельно жить в Петербурге. Поэтому стали просить всех знакомых найти Соню ту семью, которая бы приняла ее на время до 18-летия. Вообще, это такие эмоции сейчас будут вообще. Потому что, когда я начала учиться, получается, Алена Михайловна была моим репетитором. И Матвей был моим репетитором. Онлайн. Она сразу мне понравилась. Мы нашли общий язык. Мы начали много общаться, делиться какими-то историями, переживаниями, еще чем-то. Я все равно не ожидала того, что они станут для меня именно семьей. То есть, ну, я думала, да, до 18 лет формальности. Что это необходимо, да? Да, это необходимо, поживу. Вот, я сначала, ну, я так боялась, боялась, боялась. Я не знала, что делать, как к этому относиться. Я даже не помню, в какой момент у нас пошло, что мамой, папой начали называть. Сначала мама Алена, потом просто мама. Тебя же никто об этом не просил. Это само пошло, вот так вот. То есть, и меня начали там дочкой называть. Прекрасное лицо. Мне очень сложно было привыкнуть, что, в принципе, в семье могут быть отношения без абьюза, без криков, без каких-то унижений, оскорблений, ну, еще чего-то такого. Там все как-то на доверии, на разговорах строится, на любви, на ласке. Я думала, что меня просто не примут. Вот, как бы, ну, а с чего? Но потом, так, со временем все это поменялось. Вот, до сих пор они, так сказать, учат меня, готовят к самостоятельной вот этой вот жизни. И даже мама, она мне, помню, сказала такую фразу, что мы тебя примем когда угодно, с кем угодно, с мужем, с ребенком, с бойфрендом. И всегда будем тебя ждать, любить и, как бы, ценить. Сейчас я даже не знаю, как их по-другому назвать, как не мама и папа, потому что, ну, вот это вот яркий пример того, как чужие люди могут стать намного ближе, чем родные. Я смотрю, как делает мама, и стараюсь понять, почему она так делает, и что из этого получается. Стараюсь делать, как она. Говорит, ну, не повышать тон, ну, например, что это, как бы, сразу такая, в панику впадаешь. Я стараюсь тоже так делать, и мне это помогает, и мне это нравится, вот. Вот, и без них, наверное, я бы, я, честно говоря, я не могу представить, что было бы без них. Думаю, я уверена, что все будет круто у меня, получится, вот. И главная цель, наверное, моя, это создать тоже семью. Ну, вот, я, кстати, раньше не хотела этого, а сейчас я прям так хочу в будущем. И заслуга их есть в том, что ты захотела семью. Да, конечно, потому что я понимаю, что это все-таки их ячейка, а я хочу такую свою ячейку, чтобы там было тоже вот так тепло, уютно, понимающая, и, как бы, в принципе, я уже знаю, когда же мужа выбирать, маму научила, вот. Он, он, нас первая такая, да. Все как-то побаиваются идти в 10-11 класс, это сложно. Но она смелая, шагнула. И гордо теперь рассказывает, где она учится. Перед тем, как ее отправить в Питер, мы с ней пошли в храм вдвоем. Я говорю, давай каждый задумает то, что он хочет, чтобы все сбылось. И спасибо, конечно, всем, кто ей помог, на самом деле. Воспитывали мы ее долго, ну, вот так вот раскрыли руки. Лети, моя голубка. Надо просто смотреть и делать. Главное делать, обжигаться, учиться на своем опыте, падать, все равно вставать. Ну, главное, вот, не опускать как раз-таки руки. И дети, которые выходят из детского дома, и у них ничего не получается. Это же тоже, как пример и опыт для тех, кто выходит в дальнейшем. Такая вот история получилась. Красивая история получилась. Главное, приятная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok